По поручению главы региона сотрудники пресс-службы побывали в Кордайском районе. Журналистов, посетивших объекты предпринимательства и сельского хозяйства региона, проинформировали о социально-экономическом положении района за 11 месяцев. В своей пресс-конференции для журналистов Аким Кордайского района Булатбек Байтуле отметил подвижки в социально-экономическом развитии региона в целом и рассказал о конкретных достижениях в той или иной сфере. Год кордайцы завершают с неплохими показателями. Немалую лепту внесли в это и местные предприниматели. Идёт планомерное трудоустройство селян, увеличивается и объёмы выпускаемой продукции. В районе сейчас реализуется 65 проектов на сумму 49 миллиардов 800 миллионов тенге. Всё это делается для развития предпринимательства. Помимо этого, в этом году ещё три обрабатываются. Самый крупный из них – предприятие «Азия Голд Продакшн». Его проекция в мощности 45 миллиардов тенге. Для строительства золотообрабатывающего комбината мы выделяем земельный участок. В районе без внимания не остались малоимущие и многодетные семьи. Для них открываются социальные магазины, как, например, в селе Курдай. Здесь в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет выдаваться одежда. Кроме того, товары бытового назначения продаются по удешевлённой цене. В торговой точке для населения проводятся различные акции. Далее журналисты посетили торговый дом «Флагман». В магазине, построенном в современном стиле, есть всё необходимое для быта. Наш торговый дом открылся в 2015 году. Когда мы открывали наш торговый дом, мы хотели, чтобы жители нашего районного центра, нашего района имели доступ к цивилизации, скажем так. Чтобы они отоваривались в хорошем месте. То есть, чтобы зимой было тепло, а летом – прохладно. И именно наш супермаркет предоставляет такие возможности, очень большую палитру многообразия товаров, чем и отличаются все супермаркеты. То есть, преимущества супермаркетов, они находятся в этом. То, что это, во-первых, комфорт, доступность и низкие цены. Детский сад Нурсила Ажена. 75 детей построен на основе частного государственного партнёрства. Это позволит снизить количество детей, стоящих в очереди в детский сад в селе Хордай. Также представители средств массовой информации побывали на базе производственного кооператива «Кордайкорм», где ознакомились с работой предприятия по производству различных удобрений. Затем посетили тепличный комплекс ТО «Гринвилл», который работает методом аквапоники. В теплице также занимается разведением рыбы тилапия и выращиванием таких видов салата, как базилик, руккола. Это уникальный объект в стране. Престур представителей средств массовой информации будет продолжен на следующей неделе в Таласском районе. Кулешу Мурзакова, Азат Байтимир, 77 Ньюс.